Во имя Отца и Сына и Святаго Духа В дни земного служения Христа Спасителя Святая земля была маленькой провинцией Могущественной Римской империи И там стояли воинские римские гарнизоны И однажды Центурион, римский начальник Над сотней солдатов, командир роты Младший офицер просил помощи у Христа Спасителя Он сказал, вот мой раб страдает, тяжело болеет А когда Господь сказал в ответ, что он придет и исцелит его слугу То тут произошло что-то удивительное Сотник исповедовал веру во Христа как всемогущего Бога Бога небесных войнств Сотник язычник Но он видимо следил за тем, что происходит вокруг него В этом непонятном окружающем мире Знал о Спасителе Знал о Его чудесах И имел о Нем представления Гораздо более правильные и полные Чем у многих окружающих тогда Христа людей Сотник говорит Нет, я не достоин, чтобы ты вошел в мой дом Но скажи только слово И исцелеет мой слуга Потому что я имею у себя солдат И говорю, иди одному и сделай то-то Идет и делает И другому говорю и исполняет этому И тогда Господь, удивившись вере Сотника, сказал И в Израиле не нашел я такой веры Израиль это один из библейских праотцов И это произошедший от него народ Тот народ, который Господь Бог избрал для себя Чтобы его среде возвещать истину единобожию И вот Сотник получил поверье Ибо в тот час его слуга уже исцелел Как удивительно Язычник Центурион Исповедует Христа всемогущим Богом И получает просимое тут же Люди, которые изучали Ветхий Завет Знали пророчества Не узнавали обещанного Мессию Христа в Иисусе Более того, Евангелие говорит о том Что однажды Господь пришел в Назарет Где был воспитан И там не мог совершить никаких чудес Потому что в него не верили Всемогущий Бог не может совершить чудо Потому что людей нет веры То есть вера необходима для того Чтобы Господь Бог действовал в нашей жизни Апостол Павел говорит так Вера есть уверенность в невидимом И действительно Господь Бог невидимо присутствует в нашем мире И в нашей жизни И чтобы Он действовал на нас И в нас Необходима вера Как наша открытость ко Христу Как наша дорога к Богу И вот сказав о вере сотникам Похвалив его Господь обернулся к тем людям Которые были вокруг него И произнес слова уже устрашающие А не поддерживающие Господь сказал Многие придут И с востока И с запада И возлягут с праотцами В царстве Божьем А сыны царства Будут изгнаны вон Во тьму кромешную Там будет и плач И скрежет зубов Эти слова были обращены К тем людям Которые тогда 2000 лет назад Видели Христа Но не имели в него веры На самом деле Эти слова могут быть обращены И к нашим современникам В любой стране Где проповедована Евангелие В любой стране Где есть Христова Церковь Но люди не знают О чем говорит Христос Люди не знают Что такое Церковь И для чего она существует Более того Люди не хотят это знать Довольствуясь Лишь какими-то искаженными Порочными Стереотипами Которые им навязали И тогда действительно В чем смысл Человеческой жизни Если она не ведет К Богу Что толку трудиться Над сиюминутными делами Забывая о вечности И конечно Плач Как сокрушение О бесцельно Потерянном времени Бесцельно проведенной Жизни И скрежет зубов Как отчаяние Могут сопровождать Жизнь человека И быть ее итогом Если в нашей жизни Нет живого присутствия Божьего Царства Люди очень часто Действительно верят В жизнь вечную Но полагают Что вечная жизнь Это нечто Что открывается За гранью Земной жизни То есть Человек живет Для себя Человек удовлетворяет Свои базовые потребности А потом вдруг После смерти Начинается Какая-то еще Иная жизнь И конечно Это совсем Противоречит Учению Церкви Потому что Жизнь вечная Жизнь с Богом И причастность Вечному Божьему Царству Начинается Здесь И сейчас Когда мы Обращаемся К Богу С молитвой Когда мы Приходим В Божий Храм И наконец Тогда Когда мы Участвуем В Таинстве Святого Причащения Дерзая Соприкасаться Живым Богом И наша Причастность Богу Не заканчивается Когда мы Выходим За стены Храма Потому что Каждый день Мы должны Помнить О Боге Каждый день Стремиться Бога Искать Каждый день Учиться Его любить И учиться К Нему Вращаться В молитве Зная о том Что вся наша жизнь Должна проистекать По воле Божией Помня Евангельские слова Христа Спасителя О том Что и волосы У нас на голове Все Сосчитаны Если будем Так стремиться Поступать То будем Действительно Наследниками Веры Римского Центуриона Который получил Просимое И получил Еще и подхвалу От Христа Спасителя И тогда Действительно На нас Будет совершаться Божия любовь Божия милосердие Божия спасительная воля Аминь Просимое Христа Небесная МУЗЫКА